Добрый день! Меня зовут Кольбин Дмитрий и мы с вами находимся на опытной станции компании Сингента в Краснодаре. Сегодня 5 мая, а за моей спиной находится небольшое поле гороха сорта Вельвет. Предшественником здесь была озимая пшеница. Сейчас горох находится в стадии удлинения стебля. Однако, сейчас я с вами хотел бы поговорить не о технологии возделывания этой основной зернобобовой культуры, а об одной из тех проблем, с которой вы можете столкнуться при его выращивании. Это вредители, а именно гороховая плодожорка Ласпересия негрекана. Вредитель относится к отряду чешуекрылых насекомых, семейства листовертки. Повреждает горох, вику, чину и другие виды бобовых. Теперь я хочу поговорить с вами о мониторинге гороховой плодожорки. Методе, который позволяет не только определить степень вредоносности вредителя в конкретных условиях, но и спланировать время проведения обработок. Это феромониторинг. Или мониторинг с использованием феромонных ловушек. Вот они. Что же сейчас представляет феромонная ловушка? Это картонка, которая предоставляется фирмой-производителем феромона. Впоследствии она складывается домиком. Вот таким образом. Также в комплекте идут веревки для придания лучшей формы этому домику. и для подвешивания ловушки на определенной высоте. Также в комплекте идет клеевый слой. Вот он. Причем это уже использованный клеевый слой, который я снял вчера. И непосредственно сам диспенсер, который представляет из себя резиновую трубочку или крышку, обильно смоченную в растворе синтетического феромона самок насекомых. Феромон половой и привлекает, ну так как является феромоном самок, то есть привлекает он только самцов. Такой феромон, такой диспенсер лучше руками не трогать, потому что мы будем снижать его эффективность. Если вы планируете закупить большую партию таких диспенсеров, и не все их сразу будете использовать в своих полях, то храните их в холодильнике, так как при хранении их в открытом доступе на свету, на ветре они теряют свою эффективность через 20-30 дней. В заключении хочу еще раз сказать о необходимости мониторинга вредителей, хотя бы с использованием феромонных ловушек. Среди агротехнических мероприятий по защите от гороховой плодожорки хочу отметить глубокую взявливую вспашку после зернобобовых культур, использование раннеспелых сортов и ранняя уборка и обмолот зернобобовых культур. Однако выбор всегда за вами. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok